Вечер во Владимире продолжает Телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Поиск пропавших людей, так звучит наша тема сегодня. Говорим о том, часто ли пропадают у нас в городе и области люди, основные причины пропажи, кто их ищет, всегда ли они находятся живыми. Обо всем этом говорим с нашими гостями. У нас сегодня в студии заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД России по Владимирской области Михаил Логинов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Валентина Савинова. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире. Поэтому, если у вас будут вопросы к нашим гостям или вы захотите высказать свое мнение, звоните. Телефон в студии прежней 44 40 47. Также по традиции мы запускаем для вас телефонное голосование. Вопрос, который мы задаем для вас сегодня, звучит так. Как вы считаете, какую одежду нужно надевать в лес? Яркую, либо наоборот, темную, камуфлированную? В процессе программы мы будем подводить итоги, посмотрим, как же вы, телезрители, одеваетесь в лес и узнаем у наших гостей, правильно ли это. Говорим о безопасности, в том числе и походов в лес, потому что не зря сегодня поднята эта тема поиск пропавших людей, потому что вы, наверное, мне подтвердите, что основная причина сейчас пропажи людей – это грибной сезон, грибной и ягодный сезон. Давайте начнем со статистики. Михаил, первый вопрос к вам. Как много людей у нас числятся пропавшими без вести? Какова статистика и есть ли она вообще у нас по городу, по области? Да, по области мы ведем статистику, значит, могу кратко ее довести. За 2018 год в Орган внутренних дел Владимирской области поступило 1645 заявлений и сообщений о безвести пропавших гражданах. По итогам, значит, года остаются ненадебны 24 человека, но это получается где-то 0,6% из 100. Это что касается 2018 года. В этом году в течение шести месяцев остаются ненадебными 6 человек. Но нельзя говорить о том, что с ними что-то случилось, то есть это пока ненадебно. В основном это люди, которые, как вы только что сказали, в лес ушли. То есть ненадебно. Всегда ли, Валентин, скажите, всегда ли граждане сначала обращаются в органы, в полицию, или бывает такое, что, к примеру, там пропал человек, и в первую очередь пишут, обращаются к вам? Бывает, конечно, такое, особенно по свежим следам. Сообщают сначала нам, а мы их, соответственно, узнаем, подавали ли они заявление в полицию, либо совершали звонок на службу 112, что, в принципе, приравнивается, особенно при пропаже человека в природной среде. и направляем им в любом случае, потому что без заявления в полицию мы не работаем. Основные причины, по которым, точнее, не так, как часто, как быстро, во-первых, человек понимает, что там кто-то из его родственников пропал? Вот есть какая-то, ну, я не знаю, не статистика, а просто вот такое общее впечатление, что там вчера пропал, сегодня, вот как это выглядит? Ну, если мы говорим о природной среде, то обычно о том, что человек пропал, узнают, ну, понимают, да, ну, часов 8-9 вечера, да, то есть понимают, что на улице темно, человек из леса не вышел, домой он не пришел. И они начинают обычно искать сами. Очень хорошо, если они сразу же обращаются в полицию, да, либо службу 112, либо нам звонят. То есть мы тогда можем выехать достаточно оперативно, и человек не может уйти, ну, далеко от точки входа. А если мы говорим о городских поисках, то тут, опять же, надо понимать ситуацию. Если это пожилой человек с различными старческими отклонениями, да, заболеваниями, деменцией, да, Альцгеймер, то обычно родственники сразу же понимают, что он пропал. То есть если человек такой выходит из дома, скорее всего, в 90% случаев он сам дорогу домой не найдет. И обычно сообщают сразу же. Давай, вот Михаил, объясните, пожалуйста, когда необходимо, как я понимаю, в любом случае первоначально нужно обращаться в полицию, то есть искать не начнут, прежде чем не написано заявление. Вот каким образом это происходит, что делать гражданам, если они понимают, что кто-то из их родственников, возможно, пропал? Ну, в соответствии с действующим законодательством, значит, основанием для проведения первоначальных родственников мероприятий по розыску бедности пропавших является зарегистрированное заявление в полицию, либо сообщение о его исчезновении. Заявление и сообщение можно сделать любым способом. Можно позвонить, можно, значит, по телефону в электронном виде, либо прийти непосредственно в полицию и писать заявление. Заявление может сделать любой человек. Не обязательно быть родственником, то есть близким, то есть достаточно просто знакомым. Не надо ждать, как это раньше было принято, там, трех дней, пять. Ну да, вот мы, извините, перебиваю, смотрим детективы и так далее, да, и там часто вот три дня подождите, а потом, возможно, нет. Нет, никогда такого не было ни в действующем законодательстве, ни раньше. Как только человек пропал, вы думаете, что он пропал или что-то с ним случилось, обязательно надо обратиться в полицию. С этого момента, как вы только сделали заявление или сообщение, сообщили, начинаются его поиски. Значит, если в течение 10 суток человек не находится с момента обращения в полицию, то заводится рискное дело, материал направляется в Следственный комитет для принятия решения. Кто чаще всего пропадает? Ну, в основном пропадают, значит, либо пожилые граждане, подростки, очень часто люди, значит, с психическими отклонениями, люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Вот такой континент. Вот скажите, когда приходит человек, написали заявление, ну, написали заявление, есть ли разница, быстрее начнут искать взрослого человека или ребенка несовершеннолетнего? Да нет, ищут всех одинаково, но, естественно, если пропал несовершеннолетний, соответственно, мы сразу же подключаем все силы и средства задействованы, обращаемся, непосредственно тоже близили алерт к поискам, привлекаем их. И бросаем все силы на поиски ребенка, конечно, это в первую очередь. А так-то, в принципе, для нас нет разницы, кого искать. Пожилого ребенка, злоупотребляющего спиртным. Везде человек? Конечно. Главное, чтобы человека найти быстрее, чтобы он был живой, невредимый. Валентина, по вашему опыту чаще всего, бывают ли вообще, кстати, по вашему опыту, бывают ли ложные, скажем так, заявления? Ну, человек просто подумал, что там пропал, а в итоге находятся там в ближайшее время, в ближайшие часы. Или там кто-то просто, я не знаю, пошутить решил? Ну, слава богу, шуток у нас в последнее время вроде не было. Но то, что люди поднимают, так скажем, панику, да, что пропал человек, родственник, либо какой-то знакомый, а человек на самом деле не терялся, а разрядился телефон, да, он где-то задержался, не смог вовремя сообщить. Но мы всегда говорим, что ничего страшного в этом нет, потому что лучше проявить бдительность, чем потом упустить время. То же самое, насколько я понимаю, с обращением в полицию. Да, вот, кстати, вы как рекомендуете, если есть подозрение о том, что человек пропал, стоит ли ждать, там, я не знаю, еще час-два, возможно, там остался в гостях, еще где-то, или все же имеет смысл пойти написать заявление? Ваши рекомендации? Ну, случаи бывают разными, если, ну, смотря, что произошло с человеком, как он пропал, если сначала, наверное, необходимо все-таки обзвонить близких, родственников, если он куда-то ушел, там, в гости, если он ушел в лес, соответственно, или просто ушел из дома, не говоря, ну, оставив документы, ну, грубо говоря, деньги, ничего с собой не взяв, просто ушел и исчез. Тогда надо, естественно, сразу же обращаться в полицию. А так, человек принимает решение, можно и сразу, незамедлительно обратиться, позвонить, вызвать. Вот, тут, в принципе, каждый принимает решение сам. С того момента, как я понимаю, человек, когда написал заявление о пропаже, Лиза Аллер тоже уже, да, принимает. Вот, кстати, вы ищете всех тех, кто пропал, да, допустим, на территории Владимирской области, либо только тех, кто обратился непосредственно в вашу организацию? Вот как у вас есть какие-то взаимодействия полиция и ваш поисково-спасательный отряд? Да, то есть у нас заявки поступают не только от родственников, да, знакомых, у нас поступают заявки также от службы 112, потому что очень часто они первые получают, да, крик о помощи. И также от сотрудников полиции, когда они понимают, что действительно необходимо привлечь как можно большее количество людей, да, и оперативно развернуть поисковое мероприятие. Каким образом начинается поиск? Ну, первая фаза – это сбор информации, потому что без сбора информации мы не можем иметь в голове полную картину. Далее определяется координатор поиска, тот человек, который непосредственно ставит задачи по поиску, и инфорк поиска. Это человек, который, ну, является как бы аккумулятором всей информации, собирает ее, держит связь со всеми службами, с родственниками, оперативно оповещает тех людей, которые следят за поиском в интернете. И далее решается вопрос в зависимости от поиска, да, решается вопрос либо об активном выезде, либо о запуске информационного поиска в социальных сетях, об оклейке каких-либо участков, да, ориентировками, ну, и различные другие действия. Сколько лет работает поисковый отряд, Лиза, лет? В этом году будет 9 лет. 9 лет. Давайте, мы не один раз уже рассказывали об истории, да, создании, но я думаю, что, возможно, кто-то не знал, не слышал. Давайте вот коротко о том, как непосредственно сам отряд возник, и, ну, сейчас он, ну, работает по всей России, и не только по России, насколько я знаю. Нет, только по России, только на территории России, но мы на данный момент представлены практически в 50 регионах. Вот, то есть, и это очень хорошо взаимодействует, то есть мы оперативно между собой взаимодействуем. То есть, если человек уехал или находится где-то в другой области, в соседних, то здесь все? Мы можем практически одним звонком, да, повестить соседнюю область, что человек может находиться у вас и попросить у них помощи. Насчет истории отряда, она, увы, трагичная, потому что началась она с поиска девочки Лизы Фомкиной в Ореховзуевском районе Московской области, которая со своей тетей пошла прогуляться в лес и, увы, пропала. И найдена она была только на десятые сутки, найдена, увы, погибшей, погибла она на девятые сутки. То есть, ребенок в природной среде давал нам девять суток на то, чтобы ее найти. Тогда не было таких волонтерских организаций, которые бы именно имели специализацию по поиску, тем более в природной среде. И после этого поиска те люди, которые принимали участие непосредственно, они решили создать такую организацию. И, ну, слава богу, что они очень основательно подошли к этому вопросу. И вот сейчас есть мы, организация, которая реально работает и реально очень много умеет и знает. Ваша личная история, вы как пришли? Ну, я просто увидела объявление в социальных сетях, посмотрела, что это за группа, чем они занимаются. Поняла, что мои, ну, жизненные какие-то навыки, да, могут пригодиться, мои способности. Обратилась к ним и начала работать, учиться. Учиться, учимся мы постоянно. Потому что, как я понимаю, особенно если в лесу, это ведь все не так просто, искать человека, можно и самому заблудиться. Да, поэтому мы обучаем как и простых поисковиков, которые идут в лес, да, так и координаторы. То есть, если ты, так скажем, получил статус координатора, да, то есть имеешь право брать на себя все-таки такую ответственность, это не значит, что ты закончил учиться. То есть мы учимся постоянно, круглый год и перерабатываем огромный объем информации. Каждый поиск уникален, в каждом поиске свои новшества, свои новые сведения. И мы учимся, передаем друг другу, в том числе вот между областями делимся. Все области уникальны, где-то больше леса, да, где-то степей, где-то поля, засаженные там кукурузой и так далее. Надо понимать, что делать в этом случае, потому что, если у нас в основном теряются все-таки в лесу, да, но у нас есть прекрасный Суздальский район, в котором огромное количество полей засеянных, и мы тоже должны понимать, что нам делать в случае, если в этих полях кто-то потеряется. И как работать? У нас есть звонок зрителя, давайте ответим ему. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотела рассказать такую историю, что я вот тоже как-то в лесу заблудилась. Вот, ходила кругами, а потом оказалось, что найти дорогу-то очень просто, просто ориентироваться по определенным природным, ну, этим, по деревьям. Вот, а целый день потратила, в лесу блуждала. Вот я хочу такой совет дать вам, вот, памятки какие-то расклеивать в рифтах, раздавать вот такие прокламации, будем в сезон. Только польза от этого будет большая. Затраты, думаю, небольшие. Спасибо. Работают ли памятки, да, делаете ли вы, успеваете ли вы заниматься еще и профилактикой? И правда ли, что можно выйти из леса по деревьям? Ну, насчет деревьев, это, конечно, такой миф из нашего детства почему-то. Вот, да, потому что с одной семьи, да, муравейники и так далее. Во-первых, когда ты потерялся в лесу, ты не понимаешь, в каком, в принципе, направлении тебе идти. На север, на юг и так далее. Надо еще точно понимать, где находится дом. Ну, север, на юг. Конечно. То есть есть люди, которые заходят по солнцу, выходят по солнцу, но, опять же, солнце двигается в течение часа, даже оно меняет свое местоположение. Лучше этого делать не стоит. Для того, чтобы не потеряться в природной среде, нужно соблюдать просто небольшой ряд правил, которые помогут не потеряться. Во-первых, научиться пользоваться компасом. При походе в лес вы никогда не потеряетесь, если вы научитесь им правильно пользоваться. Обязательно брать с собой полностью заряженный мобильный телефон. Брать с собой перекус. То есть нельзя идти в лес с расчетом, что вот я на часочек и вернусь. То есть надо понимать, что ты можешь там задержаться. Если вы возьмете с собой небольшую бутылку воды и пару каких-либо питательных батончиков, это вам, может быть, спасет жизнь. А может быть, даже не только вам, если с вами кто-то вдруг будет в лесу. Одевать яркую одежду обязательно. Потому что при поиске лучше всего найти человека, легче всего найти человека, который отличается от природной среды. Красный, синий, зеленый. То есть даже синий, он все равно не природный цвет. Ярко-синий. Обязательно сообщать своим родственникам перед выходом, куда вы собираетесь идти, во сколько вы собираетесь вернуться. Также необходимо понимать, рассчитывать, во-первых, свои силы. И очень хотелось бы попросить не отпускать своих пожилых родственников в лес, в природную среду, потому что это самые тяжелые ситуации. И не отпускать маленьких детей с пожилыми людьми в природную среду. Это тоже очень опасно. Потому что маленькие дети и пожилые люди – это самая уязвимая категория потерявшихся, потому что они не всегда могут о себе побеспокоиться. Ну, как я понимаю, заблудиться может любой человек. И пожилой, и ребенок, и зрелый в полном расцвете сил, как говорится, и здоровья. Но выжить, да, выжить, и пока ищут, больше шансов, конечно, не у пожилого, у ребенка, ну, а у взрослого здорового. Поэтому вот в этом опасность. Вот часто человек говорит, я знаю лес, как свои пять пальцев, я все здесь знаю, каждую кочку. Вот такие теряются, кто живет около леса, кто всю жизнь ходил вот в этот лес, за этими, ну, вот сюда, за грибами. Чаще всего мы слышим фразу от родственников, он не мог потеряться в этом лесу, он 20 лет на него ходит. Это самая частая фраза. Почему же? Вот лес же знакомый, почему теряется? Лес меняется. Лес меняется каждый год. Падают деревья, образуются какие-то завалы, тропинки меняются, заметают, животные образуют новые тропы в лесу, бобры строят плотины, да, меняется, в том числе водный рельеф. Меняется лес постоянно, люди, бывает, даже через год не узнают лес, места. Какова сейчас у вас статистика, вот именно с потерявшимися в лесу? Ну, у нас сезон поисков в природной среде только-только начинается, да, хоть и активно. Ну, вот на 1 июля этого года всего в отряд поступило 157 заявлений, заявок на пропажу людей. Из них в природной среде было 27, 130 – это город. Из них 49 на детей, то есть на несовершеннолетних. Из пропавших 139 человек было найдено, из них 123 – живыми и 16, увы, погибшими. 22 человека были найдены силами чистой лизоалерт. И 9 человек в данный момент до сих пор остаются ненайденными. Как долго вы продолжаете поиски? Все зависит от ситуации. Вообще мы поиск не прекращаем и через 5 лет, и через 10 лет. Но активный поиск, допустим, в природной среде мы можем прекратить в связи с ситуацией наличия других поисков, да, особенно вот в сезон. Либо при отсутствии возможности выехать, потому что мы все живые люди, мы все добровольцы, у нас у всех есть работа, да, у нас у всех есть семьи и другие какие-то дела. Либо при различных других факторах, природных, погодных условиях, например, либо наличии диких животных, опасных для волонтеров в лесу. Пока те, кто принял участие в нашем голосовании, говорят о том, что в лес надо надевать яркую одежду. Ну, Валентина, во-первых, подсказала уже, а не камуфлированную, незаметную. Вот, кстати, а если охотник, если человек, наоборот, хочет, чтобы его было незаметно, ему тоже нужно иметь какой-то, я не знаю, может быть, там, кусок яркой одежды, какую-то часть яркой одежды? Ну, я не могу сказать вам насчет правил охоты, да, но охотник... Ну, и про безопасность. Охотник же тоже может потеряться в лесу? Конечно, конечно. Если у него в кармане где-то будет лежать ярко-оранжевая шапка, она, во-первых, согреет его холодно-осенней ночью, да, во-вторых, его проще будет найти по яркому элементу одежды. Ну что ж, продолжим наш разговор после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите Телефорум. Напоминаю, наша тема сегодня – поиск пропавших людей. Телефон в студии прежний, 44-40-47, поэтому, если у вас есть вопросы или вы хотите высказать свое мнение, звоните. Также продолжаем телефонное голосование. Вопрос, который мы сегодня вам задаем, звучит так. Какую одежду нужно надевать в лес для того, чтобы не потеряться? Точнее, не для того, чтобы не потеряться, а для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, если вы вдруг заблудитесь. Яркую, вот я уже почти все подсказала, яркую одежду или камуфлированную и незаметную. До рекламы был звонок по поводу профилактики, чтобы не терялись и так далее. Вот каким-то образом вы занимаетесь профилактикой, поисковый отряд, или все-таки вы сосредоточены непосредственно на поиске? И потом такой же вопрос к вам, Михаил, будет. У нас два крупных направления профилактики. Первое, это, так скажем, общая профилактика. То есть мы ведем профилактику в социальных сетях, публикуя полезные советы, публикуя памятки. Также мы стараемся максимально оклеить населенные пункты, какие-то СНТ, куда наши добровольцы могут доехать в свободное время. Помимо памятками тоже о правилах похода в природную среду. И также у нас есть детская профилактика. То есть это все-таки основные уязвимые группы населения. То есть лес и дети. Да. Но дети не обязательно в лес. Дети могут просто уйти из дома, обидеться, подростки. Правильно я понимаю? Ну и лес тоже в том числе. И в том числе лес. Потому что если взрослый человек, допустим, понимает опасность воды, то ребенок ее не понимает. А 95% детей в природной среде гибнут в воде. И мы проводим профилактику детскую, работаем именно с детьми. У нас есть школа Лиза Алерт, которая по всей России проводит эти лекции. Лекторы приходят в школы, в детские сады. И в том числе и объясняем. Не только родители должны знать о том, что нужно одевать теплую одежду, брать с собой воду и еду и так далее. Но ребенок тоже должен это понимать. И даже детям иногда чаще проще проконтролировать родителей, нежели родителям вспомнить все необходимое. А что касается, допустим, детей-подростков, которые уходят из дома, обиделись, ушли. Такие случаи часто ли бывают? И, соответственно, старики, которые больны. Дети, да, подростки уходят из дома. Но никуда от этого не денешься. Увы, у нас подростковый возраст никто не отменял. Да, мы работаем с этими детьми. У нас тоже свои методики. Мы обычно не распространяем информацию о них в социальных сетях. То есть такая информация очень редко по подросткам выходит. То есть работа ведется очень большая, но ее не видно. По, допустим, пожилым людям, которые страдают болезнью Альцгеймера, старческой деменции и так далее. То есть мы проводим также профилактику в социальных сетях, советы выдаем. Советы родственникам, да, скорее? Да, да, родственникам. И также при таких ситуациях, когда мы таких людей находим, мы обязательно ведем профилактическую работу с родственниками этих людей. Объясняем, что надо делать, потому что, увы, очень многие не понимают. То есть они понимают, что вот у них есть такой пожилой родственник, да, который может в любой момент встать и уйти, либо отойти на улицу, да. Они не сразу, наверное, могут понять, что он может вообще потеряться, да? Они обычно сразу понимают, что он потерялся, но они не понимают, где его искать, потому что что у человека в голове, да, вот с различными заболеваниями, не всегда понятно. Поэтому мы рекомендуем, да, приобрести GPS-трекеры, положить записки обязательно во все карманы, кто-то даже бейджики, в том числе даже на нижнее белье бывает пришивают, потому что, ну, мы никогда не знаем, что действительно бывали случаи, когда они вставали ночью и уходили, пока все спали. Нельзя предугадать этот момент. Ну, потом, насколько я знаю, такие болезни, они как раз им и хочется куда-то уйти, идти и так далее, это одна из симптомов. Михаил, вот с Вашей стороны, как Вы осуществляете профилактику и на что она больше нацелена? Как я понимаю, все-таки вот тут, наверное, несовершеннолетние или вот пропавшие в лесу, вот на что больше нацелены? Ну, профилактика у нас занимается подразделение, значит, в отношении несовершеннолетних, это по делам несовершеннолетних, по людям пожилого возраста, это, скорее всего, участковые полномоченные занимаются профилактикой. Соответственно, листовки, вот это, это как бы МЧС тоже. Также у нас наша пресс-служба на сайте УВД тоже делает информацию, что, значит, необходимо сделать, если потерялся, что тоже все расписано в социальных сетях, как бы это тоже человек может увидеть. А так, конечно, предугадать, вот пожилые люди сейчас, вот особенно в июне, вот в июле у нас случаи в лес уходят, очень пожилые люди, то есть им за 80 лет уже кому-то 85. То есть тут бы хотелось посоветоваться, как бы родственники, чтобы немножко... Вообще в лес не пускать? Ну, не то, что не пускать, но хотя бы как-то... Ну, или с кем-то, с сопровождением, да? Да, только что касается детей, то есть подростки убегают из семей буквально из-за пустяков, ну, как в нашем понятии, это пустяк, допустим, поссорился с отцом, был вот случай, папа взял, ну, постриг своего сына, у него были длинные волосы, он его постриг коротко, мальчик обиделся, хотя мальчик тоже уже, ну, как бы не маленький, там уже, по-моему, 15 лет он был или 16, он ушел из дома, то есть случаи разные, а так, конечно, в основном уходят подростки из неба, полученных семей, были случаи, убегали из детдомов, из специальных учреждений, где содержатся совершенно летние, вот. Есть те, которые бегают по несколько раз, как мы их называем, бегунцы, то есть они буквально, их можно найти через неделю, они опять уйдут, то есть вот с этими подростками, кажется, тяжеловато, но все равно мы, и нам Элиза Алерт очень хорошо помогает, и все службы подключаются, участковые полномочные, по делам несовершеннолетних находим, буквально случай был, наверное, месяц назад нашли одного подростка на территории Ростовской области, уехал, хотел на юг уехать своим друзьям, ну, хорошо, вот перехватили у Ростова, а так собирался там чуть ли не в Сочи, вот. То есть тут каждый случай разный, и подходы тоже у нас разные. Есть возможность, есть ли какие-то рычаги для того, чтобы, если вот когда человек нашелся, дальше с ним кто-то вообще работает, каким-то образом осуществляется взаимодействие вот в вашем ведомстве непосредственно? Ну, подростки, как правило, ставятся все-таки на учет ПДН, да, подростки. Ну, а с взрослыми тоже проводятся, соответственно, работы, ну, в качестве беседы только. Вы пытаетесь каким-то образом, вот когда уже нашли человека, понятно, радость, да, эйфория у всех, у родственников и так далее. С одной стороны, вроде как, как я понимаю, история закончилась, да, но с другой стороны, ведь есть повод, есть причина и так далее. Вот здесь каким-то образом пытаетесь в дальнейшем каким-то образом с этими людьми работать? Там, я не знаю, психологи, может быть, есть среди волонтеров, еще кто-то. У нас есть и психологи, у нас есть, ну, различные направления, но обычно на моменте найден мы поиск заканчиваем. Единственное, что мы можем со своей стороны дать, да, рекомендации. Рекомендации, как не потеряться, что делать, если вдруг потерялся, да, это тоже очень важно, потому что когда вы поняли, что вы потерялись в лесу и начинаете ломиться куда-то в неизвестном направлении, то есть это только усугубляет ваше положение, потому что, во-первых, вас сложнее найти, во-вторых, опять же, никто не исключает, что вы попадете там в бурелом, в какую-то природную ловушку, болото, речку заболоченную и так далее. То есть это опасно. И самое первое правило при пропаже в природной среде – это стоять на месте. Вот прям самое первое правило. Единственное исключение – это зимний период, когда вот у нас, увы, пропадают лыжники. То есть мы им наоборот говорим, что если они находятся на лыжне, то есть надо идти по лыжне. Если ты пропал, как говорится, ногами в природной среде, то есть нельзя останавливаться. Вот хоть по кругу ходи, но останавливаться нельзя, ты замерзнешь. Но если лето, то наоборот, остановись и не нужно смотреть, да, ни на мух с любой стороны деревьев, ни на муравейники и так далее. Бывают ли, часто ли бывают повторения? Вот как Михаил сказал, дети, которые склонны убегать, понятно, здесь идется и работа, они на учете и так далее. А вот из тех, кто уходит в лес и так далее, бывали ли в вашей практике случаи, когда одного и того же человека приходилось искать не один раз? Бывало, и они повторяются с периодичностью. В чем тогда, в чем основная причина, вот непосредственно в этих случаях, расскажите? Ну, ни в чем, просто вот человек любит лес, он без этого леса, особенно пожилые люди, да, когда у них уже, ну, очень мало таких вещей, которых они привязаны в жизни осталось, то есть нет работы, да, часто там дети далеко уезжают, внуков рядом нет. И, конечно, у них летом вот ягоды, грибы, это такая отдушина, и они все равно сюда идут. И они каждый раз тебе говорят, вот я здесь вот с краешку, да, и в итоге вот там грибочек, там грибочек, и он уже потерялся. Увы, вот мы от этого никак пока уйти не можем. Как много волонтеров в нашей Владимирской области, и достаточно, ну, достаточно ли их, всегда ли вы рады новым членам своей команды? Ну, в данный момент у нас вместе с последними вновь вступившими около 150 человек. Никогда не хватает, всегда не хватает, точнее, всегда мало, особенно в сезон. Сезон, скорее всего, будет жаркий, впереди грибы. Грибов говорят много, да. Да, впереди грибы, ягоды еще только-только начались, причем еще начались пока не болотные ягоды. Мы очень рады новым членам нашего отряда. Вы можете зайти в группу Лиза Алерт Владимирской области, допустим, в соцсетях ВКонтакте, и заполнить анкету добровольца, и с вами обязательно свяжется в ближайшее время кто-либо из нас, даже, возможно, я, потому что я руковожу направлением новичковым в нашем регионе. Нужно ли обладать какими-то определенными качествами для того, чтобы стать волонтером, или рады абсолютно каждому? У нас единственное ограничение – это возраст 18+. Дальше никаких ограничений нет, мы все абсолютно разные и по социальному положению, и по возрасту, и по знаниям, умениям. Мы всему научим. Если есть желание, мы научим всему. Много ли волонтеров, кто у вас находится, не знаю даже, как правильно сказать, работает, кто ищет людей на постоянной основе? Ну, я имею в виду, что, как я понимаю, очень часто основная работа, семья и так далее, не могут там к каждому поиску присоединяться. Вы много тех, кто с вами уже достаточно давно. Ну, много у нас отряд в Владимирской области существует уже более пяти лет. Руководитель отряда региональный, она с самого начала основания, ну, практически с самого начала основания отряда в отряде. Есть действительно, как говорится, старички, да, есть новые, но мы не делим никогда, то есть помочь может каждый, и никогда не знаешь, в какой момент человек приедет на поиск, и он реально тебе поможет. И вот именно его там не хватало. А вот, Михаил, пять лет существует, да, наш Владимирский отряд «Лиза-Алерт». С самого начала его основания стали сотрудничать, или когда вот поверили в то, что, да, действительно, от них есть толк, есть помощь? Потому что сейчас, как я понимаю, сотрудничать активно, правильно? Да, мы фактически с ними сразу стали сотрудничать. У нас вот в 2014 году, мы заключили в 2014 соглашение с «Лизой-Алерт». Ну, как раз, да, пять лет. Приезжал московский глава, представитель, мы подписали с ним. Наш начальник ОМВД с ним соглашение, и, в принципе, всегда сотрудничали. И я вот хотел как раз добавить то, что Валентина говорила. Приятно то, что если человек пропадает где-то в соседнем регионе, ну, в близлежащем соседнем регионе, допустим, в Петушинском районе, в Кольчуевском, Александровском, где есть московское направление, то волонтеры приезжают даже с Москвы, с Московской области. И приезжает очень много, там, сто с лишним человек приезжает на своем автотранспорте, привозят свои, там, какие-то поисковые инструменты, квадрокоптеры, там, не знаю, летательные аппараты, и оказывают, ну, помощь нам реальную. То есть не то, что даже в Владимирске, а еще из других регионов помогают. Помогают, да, сами приезжают на своей добровольной основе. Молодцы, конечно. Единственная проблема бывает привлечь в будние дни, потому что они все работают. Соответственно, это или в вечернее время они нам помогают, либо в выходные дни. А пропадают чаще, когда люди? Есть такая статистика, там, по выходным или в будни? Нет? Ну, грибная, конечно, по выходным. По выходным, да, начинается заявок, большее количество. Вот, смотрите, как я понимаю, если, допустим, пропавшие в лесу, то тут, ну, силами МВД справиться сложно, потому что просто нету количества, такого количества людей, чтобы прочесать лес и так далее. То есть здесь без волонтеров не обойтись. А, как я понимаю, городской поиск здесь, не знаю, проще, не проще. Ну, вот с чего начинается поиск человека, ну, когда поступило заявление, где начинают искать человека в первую очередь? По всем нашим ведомственным приказам мы ищем человека по месту последнего нахождения. То есть где он последний раз был, где он пропал, где его видели родственники, это либо дом, либо если он куда-то уехал, там, в другой адрес. То есть поиск начинается оттуда, где его последний раз видели. Достоверно установлено, что он там был. Не то, что он сказал, я поеду там туда-то, а именно, чтобы его там видели. То есть если он ушел из дома, искал и поехал в Москву, то мы начинаем все равно поиск с дома, из Владимира, а не в Москве, потому что он мог до Москвы не доехать. Соответственно, у нас начинается поиск последнего места. Слушайте, ну сейчас столько гаджетов, да, телефоны. Что делают, когда человек пропал? Что, телефон не отвечает или, как правило, оставляют телефон? Вот в лесу, в лесу, скорее всего, сел, да, телефон? Нет, почему? У нас есть прекрасное подразделение «Лес на связи». И сейчас вот и полиция, и служба 112, они очень оперативно стараются нам сообщать о таких заявках, когда человек сам позвонил из леса и сообщил, что он потерялся. И у нас есть люди, которые прошли очень сложное, большое обучение, и они по телефону либо выводят человека из леса, либо максимально приближенно или точно определяют его местоположение, и туда, соответственно, могут выехать либо сотрудники полиции, либо сотрудники службы МЧС, либо каких-то их подразделений, либо наши волонтеры. Или в случае, что мы понимаем, что человека надо все-таки оттуда вытаскивать, и нет понимания, где он находится, тогда уже, соответственно, принимается решение о выезде. Ну и, как я понимаю, если подросток, если подросток сам убежал из дома, то здесь, скорее всего, он телефон выключил, чтобы его родители не нашли, правильно? Да. Вот здесь есть ли какие-то, я не знаю, рекомендации, советы родителям для тех детей, кто склонен убегать из дома, или, там, я не знаю, находится в таком возрасте самым опасном, когда любое даже, какое-то слово, любое слово может ранить? Ну, рекомендация одна, мне кажется, побольше времени уделять своим детям, побольше внимания им оказывать, входить в их положение, значит, в их проблемы вникать, знать, с кем они общаются, знать, какие сайты они посещают, потому что это все очень важно. Бывает, они перед тем, как убежать, с кем-то переписываются, даже телефон оставляя дома, можно через компьютер найти, с кем они общались, ну, так, в принципе, мы и работаем, потому что начинаем, как я уже вам сказал, с места, где они в последний раз находились, потом круг расширяется, начинаем отрабатывать родственников, знакомых, друзей, вот, и... В общем, для родителей и подростков самое главное – участвовать в их жизни максимально. Естественно, ну, так же, как, в принципе, и пожилым гражданам, тоже надо все-таки почаще с родителями, с бабушками, с дедушками общаться, потому что тоже пропадают довольно-таки часто. Ну, и не пускать, наверное, все-таки в 80-е старше, наверное, лучше не пускать. Ну, естественно, тем более, если человек болеет, действительно проблемы с ногами, там, не знаю, сердцем, им что пожевать, если уж прямо так, как говорит Валентин, в лесом хочется, ну, тогда надо, во-первых, взять с собой правильно продукты питания, воду, лекарства, если какие-то нужны, спички, там, не знаю, костер, если уж произошло, потерялся, стоять на одном месте, разжечь костер, подавать какие-то звуковые сигналы, вот, потому что тяжело искать в лесу, действительно тяжело. Хотя, вроде говорят, что лес, как они уверяют, мы знаем, лес очень редкий, но и в редком лесу, где редкие деревья, все равно очень тяжело искать. Все зеленое. Ну, что ж, я думаю, что более-менее понятно о том, как себя вести в лесу, наши телезрители, в принципе, отвечают тоже правильно, они говорят о том, что, да, в лес нужно надевать яркую одежду и обязательно брать компас, компас и еду, вот это, наверное, да, три таких основных правила. Компас, еду, телефон. Телефон, телефон, по которому тоже могут... Спички, яркая одежда, правильно, и лекарства, если особенно вы их принимаете регулярно. Ну, а со всем пожилым, наверное, в лес лучше ходить только с сопровождением, приедете к своим родителям и сходите вместе с ними в лес. Спасибо большое, напоминаю, наши гости сегодня, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД России по Владимирской области Михаил Логинов. Михаил, спасибо вам. И координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Валентина Савина. Валентина, спасибо вам. Пожалуйста. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда сможете посмотреть и прокомментировать на нашем сайте вариант-в.ру. На сегодня это все. С вами была Елена Панина. Спасибо.